Всем привет! Я Анна Оськина и добро пожаловать на мой канал! И в этом мастер-классе я покажу, как сделать кулон с пестрым рисунком и темными вставками по бокам. Для работы нам понадобится полимерная глина, нарисованная и вырезанная форма будущего кулона, канцелярский нож или лезвие, скалка или паста-машина, гель-жидкая пластика и кисточка. А также нам понадобится сверло, шлифовальные листы, металлические блочки и шнурок для кулона. Я беру небольшие кусочки разных цветов, из которых и буду составлять пестрый узор. Разминаю все кусочки по отдельности и катаю из каждого длинную колбаску. Все колбаски должны получиться одной длины. Эти длинные части полимерной глины складываю все вместе рядышком. Когда сложила все части, немножечко сжимаю их вместе и вытягиваю. Разрезаю ровно пополам и складываю вместе. Опять вытягиваю, складываю вместе и опять немного вытягиваю. Разрезаю пополам, складываю вместе. Таким образом у меня получается блок с пестрым узором. Это очень простой способ, когда вам нужно быстро получить разноцветный узор. Я беру кусочек пластики в качестве основы, какого цвета, не важно. Нарезаю блок с пестрым узором на тонкие части. И эти части раскладываю на основу толщиной примерно 1 мм. Обрезаю все лишнее и раскатываю скалкой, подравниваю. Мне хочется, чтобы в кулоне узор был с одной стороны шире, а с другой уже. Поэтому я вырезаю вот такую трапецию. То есть обрезаю бока. Затем беру основу потолще, толщиной уже где-то 3 мм. Раскатываю кусочки черной полимерной глины. Их толщина должна быть такой же, как толщина части с пестрым узором. И раскладываю эти части по бокам от моего пестрого узора. Скалочкой я катаю по всей этой конструкции, чтобы все части немножечко слиплись и придвинулись друг к другу. Прикладываю форму кулона, которую я вырезала из бумаги. Вы видите, я уже нарисовала на нем линии. И поэтому ориентируюсь по этим линиям. Лезвием аккуратно обрезаю все по контуру этой бумажной основы. И запекаю. Температуру и продолжительность запекания смотрите на упаковке той полимерной глины, из которой вы лепите. После запекания я делаю обратную сторону кулона. Я беру гель жидкую пластику и прямо кисточкой наношу этот гель на обратную и боковые стороны кулона. Наношу равномерный слой, не слишком жирный, чтобы гель потом не вытекал по бокам. Этот слой нам нужен для того, чтобы приклеить незапеченную полимерную глину. Я помещаю кулон на пласт полимерной глины. Между ними должен быть слой геля, чтобы эти слои склеились. И хорошенечко прижимаю. Очень важно обращать внимание на то, чтобы между слоями полимерной глины не образовалось пузырьков. Чтобы совершенно не попадал воздух. Слой я приклеиваю с обратной стороны и заворачиваю его на боковые стороны. А все лишнее обрезаю лезвием. Затем беру кусочек сжатой фольги и делаю фактуру обратной и боковой стороны. То есть прижимаю фольгу небольшими частями к обратной стороне и по бокам. После этого кулон необходимо опять запечь. Температуру и продолжительность запекания смотрите на упаковке той полимерной глины, из которой вы лепите. После запекания я шлифую кулон. Шлифую я его только с лицевой стороны, потому что обратная сторона у нас выполнена при помощи фактуры. Полимерная глина легко поддается шлифовке и полировке. И ее можно отполировать практически до глянцевого блеска. Сейчас я показываю вам поверхность кулона, которую я просто отполировала. Здесь нет лака. При желании можно добиться еще более глянцевой и гладкой поверхности. Переходим к сборке. Первым делом я хочу сделать отверстие в моем кулоне. И я делаю отверстие при помощи сверла. Чтобы не повредить форму кулона, я это делаю после запекания. Конечно же нужно смотреть, чтобы случайно не просверлить вбок и не высверлить где-то спереди или сзади кулона. Если у вас нет сверла, вы можете сделать отверстие и до запекания. Полимерная глина легко сверлится. И после запекания твердую пластику я вручную просверлила насквозь. Беру суперклей и блочки. Края просверленного отверстия я хочу декорировать металлическими блочками. Я беру суперклей, смазываю место стыка. И помещаю блочку в отверстие. Я специально подбирала размер сверла и размер блочек таким образом, чтобы они подошли к друг другу. И когда я вставила обе блочки, необходимо продеть шнурок. Чтобы проще было продеть шнурок, я использую тонкую проволочку. Когда шнурок продет, остается только закрепить фурнитуру и кулон готов. Получается красивое стильное украшение. А декор отверстий кулона блочками делает работу еще интереснее. Поэтому можно смело использовать этот способ в своих работах. Также разница фактур глянцевой лицевой стороны и матовая шершавая обратной стороны хорошо смотрятся в одной работе. Вы можете комбинировать разные цвета, разные фактуры и получать совершенно удивительные разные работы. Желаю вам творческих успехов и вдохновения. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если вам понравился мастер-класс. Мне это будет очень приятно. И конечно же подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новинки. До новых встреч!